МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 23 октября 1545 года, донские казаки подошли на 32-х челнах к турецкой крепости Очаков и захватили ее. 23 октября 1748 года завершено строительство первой в Российской империи химической лаборатории, основанной Михаилом Ломоносовым. 23 октября 1958 года писатель Борис Пастернак стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за роман «Доктор Живаго». 23 октября 1990 года город Горький был вновь переименован в Нижний Новгород. В этот день, 23 октября, родились Илья Франк, физик-академик лауреат Нобелевской премии за исследование эффекта Вавилова-Черенкова. Петр II, российский император, умерший от оспел в возрасте 14 лет. С его смертью род Романовых пресекся в мужском колене. В наследственной линии дома Романовых чаще всего забывают двух внуков Петра Великого, тоже Петров, которые хоть и взошли на престол, но запомниться какими-то совершениями не успели. Если Петра III помнят как мужа Екатерины Великой, то Петра II не найдешь и во многих учебниках истории. Правил он всего три года и умер, так и не достигнув совершеннолетия. Петр Алексеевич Романов, внук I императора России, попал в круговорот дворцовой жизни совсем юным. Изначально мальчика не готовили для роли монарха, у Петра I росли другие сыновья – Петр и Павел. К тому же отец будущего императора Алексея был уличен в заговоре и казнен. Воспитанием будущего государя никто не занимался, грамоте наследника не обучали, по-русски он почти не говорил. Однако большинство наследников умерли, и внук Петра внезапно стал реальным претендентом на престол. После смерти Петра Великого главной фигурой на политической арене стал его соратник Александр Меньшиков, о котором сам император отзывался так «Меньшиков – моя правая рука, вороватая, доверная». При вдосущей императрице Екатерине I Меньшиков заправлял всем в государстве. Но времени этой государнии было отведено немного. Когда ее самочувствие окончательно ухудшилось, Александр Данилович сделал ставку на внука Петра I. Петру II было всего 11 лет, когда он номинально возглавил самую большую страну в мире. Меньшиков взял опеку над юношей, перевез его в свой дом и даже нашел невесту. Ей вполне естественно оказалась 16-летняя дочь самого Вельможи. Но пока всесильный временщик занимался дворцовыми интригами и политикой, Петр II нашел себе новую компанию. Это была его тетка Елизавета Петровна, сама будущая императрица и князь Иван Долгоруков. Именно под их влиянием стал меняться характер императора. В проявителе России стало проявляться упрямство его деда, но вместе с молодостью и своенравным характером это могло привести к непредсказуемым последствиям. В один из дней Петр лично приказал вывезти его вещи из дома обекуна Меньшикова. Позже император отдал приказ, что только он сам может командовать гвардией. Помолвка с дочерью Меньшикова была растогнута, а сам Александр Данилович был отправлен в ссылку в Сибирь за расхищение казны. Конечно, первые попытки управления государством Петр II совершал не в одиночку. Новым фаворитом императора стал князь Иван Долгоруков, а вся власть сконцентрировалась в руках рода Долгоруковых. Союз со старым боярским родом давал порой неожиданные плоды. Так столица снова была перенесена в Москву. В то же время новый император не сильно беспокоился большой политики, слишком уж он был юн. Саксонский посланник Лефорт сообщал на родину о ситуации при дворе. Всякий стремится только свалить с себя тяжесть. Никто не хочет принять на себя ни малейшей ответственности. Все жмутся в сторонке. Огромная машина, пущенная на удачу. Никто не думает о будущем. Долгоруковы тоже рассчитывали, что брак царя с их родственницей поможет им удержаться у власти дольше. Новая невеста Петра II стала Екатерина Долгорукова. Но свадьбе снова не дано было свершиться. Молодой монарх умер незадолго до венчания. Как Россия и не узнала, что за правитель она могла получить, проживи внук Петра Великого дольше. Он явно наследовал многое от характера своего жесткого и упрямого деда. Но так и не получил какого-то подобия нормального образования. Что важно знать, со смертью Петра II пресеклась мужская линия династии Романовых. И почти на целое столетие на российском троне утвердились женщины. А еще это постоянная чехарда дворцовых переворотов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова